Торговля вместо молитвы на участке, выданном под строительство церкви, работают киоски с цветами, кофе и фастфудом. Столичный мэрион Чабан обвинил экономического агента в том, что он использует территорию не в тех целях, которые предусматривает контракт от 2003 года. Речь идет об участке земли на улице Мирон-Костин, сектора Рыжкановка, который муниципальный совет выдал бесплатно. На этой территории должна была быть церковь. Сегодня там все, что хочешь. Думали построить божий храм, так давайте посмотрим проект. Не надо там устанавливать все подряд. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с владельцем одного из киосков, который заверил, что его документы в полном порядке. Мы работаем согласно закону, нет никаких нарушений. А если местные власти хотят ввести какой-то регламент на частной территории, я считаю, что это уже незаконно. Что касается местных жителей, соседство с киоском многих вполне устраивает. Я думаю, что в нашем городе достаточно церквей. Было бы лучше, чтобы эти ларьки и место для развлечения детей остались. Сколько детей гуляют в этом парке. Здесь для них должна быть и вода, и какая-то еда. Лучше церковь, конечно, чем эти киоски. Здесь парк. При этаж сектора Рыжкановка Влад Мельник заявил для нашего телеканала, что должен выяснить, законно ли используется этот участок земли. Кишиневская мэрия вместе с притурой изучит, как именно была продана эта земля, законно или незаконно. Если нелегально, мы обратимся в компетентные органы для прояснения ситуации. Если все было законно, ничего не поделаешь. По словам Иона Чабана, на этой неделе составили шесть протоколов в отношении граждан, торгующих на этой территории. Продолжение следует...